Донецкая область 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 Лично я не встречался, встречались сотрудники, выступали с инициативой о переносе этих митингов либо в разные части города, либо по времени, чтобы они не совпадали. Но, тем не менее, организаторы приняли решение провести свои мероприятия, и милиция обеспечила в этот день охрану общественного порядка. То есть все знали, что на площади Ленина встретятся два митинга с противоположными взглядами? Все знали, естественно знали. Кто не должен был этого допустить? Я не могу прокомментировать. Это в компетенции самих организаторов. То есть у нас запрещение проведения митинга осуществляется по инициативе органов местного самоуправления и рассматривается в суде. Но, как я уже сказал, заявка поступила в 13.30, митинг был запланирован на 18 часов, поэтому физическая возможность была лишь обратиться к организаторам, что мы и сделали. А обращаться в суд уже не было, физической возможности такой не было, исходя из времени. Хорошо. Когда происходили трагические события, драки, столкновения, в результате все-таки погиб человек, почему милиция не предотвратила, не отреагировала? Вы знаете, я понимаю о том, что человек погиб, это всеми воспринимается. Естественно, человеческая жизнь, человеческое здоровье – это наивысшая ценность любого общества. Милиция действовала, есть видео, и это видео есть в доступном ресурсе YouTube, когда видно, что милиционеры, находясь в этом месте локального конфликта, собой закрывали этих митингующих. Есть люди, которые помогали им выйти, уйти, но мы не учли, наверное, того, что эта агрессия будет настолько большой, что все-таки это кольцо милиционеров прорвется, и будут причинены телесные повреждения одному из участников. Я сам наблюдал и видел комментарии одного пострадавшего человека после оказания ему помощи в травмпункте, который дословно сказал, что если бы не милиция, были бы гораздо более тяжелые последствия. Но это также есть в YouTube, общедоступно для просмотра. Слава Богу, что их не было, и мы еще раз высказываем свои соболезнования маме Дмитрия Чернявского. И я так понимаю, сейчас идет расследование по этому делу. Кто его ведет? В настоящее время расследование производства по статье 294, часть 2, это массовые беспорядки, повлекшие гибель людей, вместе с другими производствами объединено и передано в управление СБУ. А отдельное расследование по факту убийства проводится? Статья 294, часть 2, она охватывает собой смерть человека, и там наказание предусмотрено до 15 лет лишения свободы. Давайте вернемся чуть-чуть назад и вспомним, что менялись флаги на государственных зданиях и штурмовались государственные учреждения. Вот как с этим обстояли дела? Какие дела были заведены? Потому что сейчас расследованием, понятно, занимается СБУ, но до этого? По каждому факту смены флага данные внесены в единый реестр досудебных расследований и проводятся расследования. Точно так же, как по каждому факту так называемых захватов зданий, сведения внесены в единый реестр. И я уже сказал, они объединены эти дела, их расследованием занимается СБУ. Почему не было мгновенной реакции на месте, когда это все происходило? Потому что митингующие люди с разными взглядами, вы же видели, кто присутствует на этих митингах. Это могут быть пенсионеры, это могут быть люди преклонного возраста, это супружеские пары с детьми. И милиция в данный момент, в момент происходящих событий, она пыталась защитить, не пропустить, не допустить. Но каких-то активных действий к этой категории лиц, они не применялись. Не применялись меры физического воздействия, не применялись специальные средства. Потому что в данном случае могли пострадать люди. Но люди пострадали, у нас умер человек. У нас умер человек, да. Мы же говорим о захватах администрации. Ну, я имею в виду и захват администрации, и то, что происходило на площадях. Я сейчас обобщаю это с одной единственной целью. Нам сейчас нужно объяснить жителям Донецкой области, чего им ожидать. Потому что получается, что у нас на митинге ходят люди с ножами, и могут делать то, что им взбредет в голову. Как это будет контролироваться? На митинге люди, которые приходили с ножами, значительная часть этих людей, конкретные факты, она была до митинга остановлена. Были приняты предупредительные меры, и такие люди на митинг не попали. В настоящее время проводится эта же работа, которую я назвал. Плюс проводится разъяснительная работа. Плюс жителям объясняется, все мы живем в одном городе. То есть такого конфронтации, ее в принципе быть не должно. Кроме этой разъяснительной работы, мы сейчас имеем достаточное количество людей, которые именно во время проведения митингов будут защищать мирных митингующих, не допустить конфликта. Как происходит дежурство вечером? Я не знаю, как людям вечером? Можно, нельзя выходить на улицу? Осуществляется пешее патрулирование, осуществляется автопатрулирование. Город оснащен видеонаблюдением, которое просматривают круглосуточно дежурные, и реагирование на любые сообщения граждан, которые могут по любому событию, происшедшему или если просто у человека какие-то опасения, происходит мгновенно в настоящее время. Усиленные следственно-оперативные группы находятся круглосуточно в любом из девяти райотделов Донецка, в городском управлении, и они все инструктированы о том, чтобы незамедлительно реагировать на любое сообщение граждан. Будем надеяться, что поводов для реакции не будет. У нас в студии телефонный звонок. Добрый вечер. Здравствуйте. Мы вас слушаем. У вас вопрос к Максиму Геннадьевичу. Меня зовут Олег. Скажите, пожалуйста, а почему... Я обращаюсь к представителю правоохранительных органов. Скажите, пожалуйста, почему не вела съемка? Милиционерами не вела съемка. Подождите, мы сейчас говорим о... Как милиционеры могут вести съемки. Они не будут с камерами ходить, они выполняют свой долг, они защищают людей. Как вы себе это представляете? Ну как, съемка, видеокамера, обычная съемка. Особенно тех людей, которые там, ну, по-настоящему людей калечили, понимаете, с российского митинга. То есть вы имеете в виду видеофиксация, чтобы потом были доказательства? Совершенно верно, да. А потом показать не одну картинку, где ВВшники просто-напросто в кольцо у нас взяли, а чтобы показали по периметру, где спокойно ходили милиционеры и ничего не предпринимали, понимаете? В такое впечатление, что не охраняли это, потому что, наверное, выгодно было. Хорошо, ваш вопрос понятен, Максим Геннадьевич. Что у нас с видеосъемкой? Видеосъемка велась, и именно на основании произведенных видеоматериалов в настоящее время проводится работа по установлению активных участников этих беспорядков, и один из них арестован именно на основании доказательств, полученных при просмотре видеозаписи. Но видите, телезрителям кажется, наверное, что недостаточно, может, видеосъемки, или, может быть, люди не понимают, почему так долго, почему не в день преступления. Или вот давайте объясним этот момент, чтобы люди понимали, как это... Видеосъемка велась достаточно, ее достаточное количество этих видеоматериалов, кроме того, вы прекрасно понимаете, что масса журналистов находилась во время этих событий, и у них, у каждого есть собственные видеозаписи. Кроме того, мы, правоохранительный орган, обращались с журналистами, спасибо огромное им за это, за то, что они нам предоставили свои видеоматериалы, они нам очень пригодились, и на основании этих видеоматериалов мы установили двух участников происшедших событий, именно по тем материалам, которые нам предоставили журналистам. Отдельное спасибо гражданам, которые нам помогают, исходя из опубликованных нами фотоматериалов, устанавливать лиц, которые, ну, именно осуществили активную роль в этих беспорядках. Хорошо, у меня тогда следующий вопрос к Игорю Михайловичу Сагунову. Напомню, у нас также в гостях сегодня прокурор Донецка. Игорь Михайлович, проверяется ли как-то действие милиции на сегодняшний день по фактам, перечисленным выше? Спасибо за данный вопрос. Безусловно, безусловно, по результатам событий, которые произошли 13 марта этого года, безусловно, давая оценку тому, что произошло, можно сказать с уверенностью, что та ответственность, которая за происходящее событие, она, безусловно, ложится на плечи правоохранительных органов. Говорить о том, что в полной мере или в полной степени обеспечили безопасность, находившаяся на площади Ленина, я как прокурор и как человек не могу. Безусловно, есть ошибки. Над ними надо работать, собственно говоря. И мы анализируем ситуацию, и совместно, скажем, с органами правопорядка милиции, изучая эти все, скажем, недочеты, недостатки, принимаем меры для того, чтобы в дальнейшем избежать такого вот негативного явления. На сегодняшний день следственным отделом прокуратуры Донецкой области проводится досудебное расследование по факту халатности в действиях работников милиции. Говорить о результатах расследования на данный момент преждевременно прошел непродолжительный период времени. Это первое. Предстоит большой объем проделать на досудебном следствии для того, чтобы разобраться и дать оценку тем или иным работникам милиции, которые, скажем, обеспечивали, организовывали и обеспечивали безопасность находившихся там людей. Хорошо. Но люди все-таки задерживались и отпускались, насколько мне известно. Кто вот может объяснить? Максим Геннадьевич, может быть, вы? Да. Значит, я уже сказал, спасибо за видеоматериалы. По этим видеоматериалам были установлены пять участников событий 13 марта. Они были доставлены в территориальные отделения райотделы милиции. С ними были проведены следственные действия. В результате один гражданин иногородний, не житель города Донецка, вина которого доказана, собраны подтверждающие факты, он судом арестован. Именно по событиям 13 марта. Одному мера пресечения не избиралась, ввиду того, что в результате проведенных с ним следственных действий установлено, что он активного участия не принимал. Одному из участников избрано мера пресечения домашний арест, что также является достаточно серьезным мерой пресечения. И двум остальным личное обязательство. В отношении всех них проводится проваджение, которое расследует данный момент избул. Понятно, что следствие ведет, но если на сегодня информация, были ли россияне на митингах, российские граждане. Потому что говорится о том, что здесь приезжие люди с российскими паспортами, называются они гастролерами и туристами, как угодно. Есть подтверждающие факты? Пока подтверждающих факторов о присутствии, об этом еще преждевременно говорить. Я думаю, что следствие будет установлено и, собственно говоря, проинформирована общественность и, соответственно, средства массовой информации. Но пока такой информации нет. Что касается событий, происходивших именно в 19-й числе. Давайте тогда поговорим о роли прокуратуры сегодня. Как вы будете контролировать расследование и что на сегодня говорит СБУ? Согласно нового уголовно-процессуального кодекса, роль прокуратуры, согласно статье 36, осуществление надзора в рамках процессуального руководства. Следствие по событиям, имевших место как 13 марта, 15 марта, это событие связано с захватом управления СБУ в Донецкой области. Последующий, 16 числа, захват здания обл. прокуратуры и с последующим захватом здания управления опять СБУ в Донецкой области. Все эти действия объединены в одно производство. И прокурорам Донецкой области поручено дальнейшее расследование управления СБУ в Донецкой области, где, собственно говоря, и проводится досудебное расследование. Хорошо, тогда мне бы хотелось сейчас вернуться к теме журналистов. Потому что к журналистам относятся на митингах, очень агрессивно относились вернее, и работать было, ну, мягко говоря, невозможно. Некомфортно. Давайте спросим у Павла Степаненко, напомню, у нас сегодня в гостях журналист, пострадавший на митинге и серьезно пострадавший. Паш, расскажи, пожалуйста, что произошло, что это был за митинг, напомним. Ну, это было до тех самых-самых страшных событий, о которых сейчас мы все говорим. Это было 2 марта, 2 марта после большого митинга возле облгосадминистрации. Мы там поработали, побеседовали с представителями пророссийских сил, которые уже на тот момент в общественной приемной партии регионов организовали себе пункт, в котором они производили мобилизацию. Мы составляли какие-то списки, мы и туда входили, дружелюбно нас туда пустили, все нам показали. Точно так же дружелюбно мы вошли в стеклянный предбанник, или как он называется, облгосадминистрации, в котором на тот момент тоже находились те же самые протестующие. Они нам показали свой быт, как они там готовят чай, как они готовят бутерброды, очень мило мы со всеми побеседовали. Фактически отработав на здании облгосадминистрации на Октябрьской площади, ты понял вообще, что это за люди, что они там делают? Мы уже направились домой, собственно на базу, и проезжали мимо площади Ленина. И на площади Ленина как раз к тому моменту, к окончанию митинга на Октябрьской площади, стали стекаться люди, которые, собственно, были на том митинге, не знали, наверное, куда деться. Пришли на площадь, их там было, ну человек, не знаю, 200-300, ну такая группка людей, которая стояла на площади. Мы решили немножко набрать еще видеоматериалы. И вот здесь уже к нам стали подходить люди, интересоваться, кто мы, что мы делаем. Мы, естественно, были с удостоверениями, которые были на виду, висели у нас на груди. Мы, естественно, представлялись и не могли себе представить, что на своей родной площади, в своем родном Донецке, мы можем каким-то образом несвободно работать. Ну, собственно, мы абсолютно не опасаясь ничего, ходили по площади. Да и вообще журналисту, что значит несвободно работать журналисту, где бы вы ни были. Спокойно работали, но люди стали подходить, интересоваться все более настойчиво, потом уже стали хватать и за камеру, стали обвинять не нас конкретно. Вот здесь стоит упомянуть, что не нас конкретно обвиняли, а все украинское телевидение в нашем лице. Обвиняли именно в том, что на их точку зрения, с их точки зрения мы не объективно каким-то образом показываем события, показываем не все, показываем не то. Ну, это их точка зрения. Да, было очень много разных обвинений в нашу сторону, но мы, естественно, их до какого-то момента игнорировали и просто работали, как и положено, в принципе. Потом уже, когда обстановка стала накаляться, уже нас обступили плотным кольцом. Мы поняли, что нужно что-то делать, и как раз рядом была группа, группа сотрудников милиции, не знаю, человека три, наверное, их там было. Но дело в том, что вот они не вмешались в сами события ровно до тех пор, пока я не попросил старшего позвоню в этой группе, по-моему, майор это был. Он попросил, оградите нас, пожалуйста. Вот тогда они уже подошли и стали немножко их пытаться... То есть, получается, правоохранители видели, что происходит, и пока вы их не попросили оказать вам помощь, они не подошли. Правильно я вас понимаю? Ну, на тот момент, пока еще не была очень сильно накаленная ситуация, в принципе, возможно, они из своих каких-то оперативных соображений понимали, что ситуация еще недостаточно накалена, и, в принципе, можно сейчас пока не трогать ее. Но потом уже, когда все стало сильнее, мы их попросили, выводите нас. Стоит отдать должное работники милиции. Попытались это сделать, нас выводили, мы дошли практически до края площади, и тогда уже совсем много народу стало вокруг, стало невозможно дальше продвигаться. И, я так понимаю, подтянулись люди, которые не слышали, с чего начался наш разговор, которым нужно было хотя бы как-то разрядить свою энергию, которая у них была достаточно. Они не понимали, с чего все началось, но вот видели, что вон тех ругают, вон тех вот надо, наверное, бить. Ну, собственно, и привели в исполнение свои планы. Получили мы несколько ударов, и мои коллеги, и оператор не пострадал. Оператор у него рефлекс, рефлекс охраняет свою опорту. Микрофон и кадр всегда две такие раздражающих фактора два. Оператор успел выйти за пределы площади, там был такой ряд машинок, вот этих детских, на которых там все катаются, в принципе, все их знают. Нам они помешали выйти, оператора как раз они защитили, потому что он оказался за их рядом, и, собственно, он смог отойти подальше. Ну, а на нас уже окружили нас поплотнее. Что происходило, да? Куда били, какие удары были? Нет, били, били, слава богу, руками серьезных таких ударов, какими-нибудь предметами. Ну, не слава богу, избиение вообще журналиста и просто человека, находящегося. Понимая, что могло бы быть в итоге, в принципе, сейчас вот смотришь на это, и понимаешь, что мы легко, в принципе, отделались. С одной стороны, сотрудники милиции все-таки были там, потом еще подошли, наверное, еще. Ну, тут уже в суматохе я сейчас не могу утверждать. Сколько ударов вы получили и куда? Ну, из тех ударов, с которыми я обратился к врачам в больницу, я обратился с двумя ударами. Ударом в нос и ударом в область виска, собственно, из-за которого и получил в итоге диагноз сотрясение мозга. Но ударов, наверное, было больше, потому что уже в процессе там болезненные ощущения были и в других местах тела. Он обращался вот с этими двумя ударами. Можно сказать, что получил я два удара, после обоих упал. Чем все закончилось? Закончилось все тем, что люди не то чтобы разошлись, нашлись в этой толпе адекватные люди, которые, я так понимаю, немножко понимают, что к чему может привести, что стоит делать и чего не стоит. Они просто стали сдерживать своих же, стали их урезонивать. И это, когда они уже подключились, милиции удалось их удержать, а один человек из митингующих, ну, как, митинга там не было, там просто было собрание людей. Один человек из этих просто нас вывел за пределы площади и фактически довел до нашей машины, чтобы мы могли сесть и уехать. Ну, собственно, мы это и сделали. Обращались ли вы к медикам? Я знаю, есть заключение. Да, да, да. Сразу, в принципе, сразу мы поехали в милицию, ну, это в городское управление. В городском управлении мы написали заявление, ну, я так понимаю, просто потому что так положено человеку, против которого совершено правонарушение, как-то об этом заявить. Мы это сделали. Да, желательно. Вот. И после этого мы еще отправились потом в Ворошиловский райотдел милиции, и только после этого я уже по дороге домой обратился в больницу, где меня уже осмотрел и нейрохирург, и, собственно, в ней. Какое заключение? Ну, заключение он поставил сотрясение мозга под вопросом и описал просто видимые травмы, которые у меня были. Как вы сегодня себя чувствуете? Ну, сегодня я, в принципе, и сразу себя чувствовал практически нормально, может, немножечко правда мутила, о чем я и сказал нейрохирургу. Но было возмущение, почему вы выполняете свою работу, а вас просто бьют? Почему такое происходит? Это не просто возмущение, это некоторое недоумение. У вас есть вопросы сегодня, вот, милиция здесь, прокуратура? Ну, единственный вопрос, который у меня к милиции, к прокуратуре, это именно по действиям сотрудников, которые не вмешались сразу. Ну, я не знаю, возможно, у них есть внутренние инструкции, которые это делают. Я не могу судить о том, как им нужно делать. У нас есть статья «Препятствия журналистской деятельности». Она происходила, вот, пожалуйста, не надо никуда ходить и не надо никого искать. Все на виду. Вот, и какой вопрос в этой связи? Вот наш губернатор в последнее время, ну, мы появляемся на разных мероприятиях, он часто употребляет слово «постмайдановский синдром». Мы сейчас говорим о Сергею Алексеевичу Тарути. Да, мы говорим о Сергею Тарути. Он употребляет слово «постмайдановский синдром». Насколько это характерно для донецкой милиции и, в принципе, что это такое в вашем понимании? Вот какой у меня вопрос. И не постмайдановский ли синдром заставляет людей как-то сдерживать и не употреблять всю полноту власти? Я думаю, вы ведете сейчас к тому, что люди чувствуют какую-то безнаказанность за это. Одни не применяют всю власть, а другие чувствуют безнаказанность, конечно. Хорошо. Максим Геннадьевич, Игорь Михайлович, пожалуйста, ваш ответ. Я так понимаю, под постмайдановским синдромом подразумевается возможность деморализации милиции, вследствие чего она не в полной мере выполняет свои функции, свою работу. Я вам хочу сказать, что абсолютно во всех коллективах были проведены встречи, со всеми проведены беседы, работали группы психологов. И в настоящее время милиция Донецка, она вполне способна защищать граждан. Любой милиционер к этому готов, любой милиционер понимает о том, что здоровье и жизнь любого человека являются наивысшей ценностью. И милиция готова защищать своих людей. Но люди, которые находились на месте, когда происходило то, что происходило с Павлом, они знали о том, что это уголовная ответственность, препятствие журналистской деятельности? Естественно. Естественно, они знали. Я сейчас не готов сказать, на каком именно этапе они вмешались. И почему? Потому что по данным фактам проводится проверка, и будут выводы. А есть уголовное какое-то дело по этому? Нет, это в рамках служебного расследования внутреннего проводится. Будут даны выводы, будет дана оценка, и там мы получим в результате этого ответы на все вопросы, которые сейчас прозвучали. Какое наказание ждет виновных, если они таки будут? Виновные, если сотрудники милиции действовали неправильно, неправильно в той ситуации, то они будут привлечены к строго дисциплинарной ответственности. Я имею в виду людей, которые нападали? Согласно действующего законодательства, согласно санкции, статьи, которая предусматривает это. Хорошо. Игорь Михайлович, я видел, вы тоже кивали. Вам тоже есть что сказать по этому случаю. Да, спасибо. По-настоящему, по событиям, о которых Павел озвучил в студии, в настоящий момент проводится досудебное расследование. Следственным подразделением Ворошиловского района дела внутренних дел внесено в ЕРДР данный факт по ст. 171 ч. 1 Головного кодекса. Соответственно, на сегодняшний день проводится досудебное расследование и, соответственно, будет дана оценка тем участникам, которые совершили нападение и препятствовали Павлу выполнять функции журналиста, освещать те события, которые происходили именно 2 марта на площади Ленина, насколько я понимаю. В данной ситуации, конечно, будет для следствия важным, если Павел сможет опознать тех, кто на него нападал. Соответственно, если есть какой-либо из видеоматериалов, который свидетельствует о противоправных действиях, соответственно, следствием будет дана оценка действия лиц, которые, скажем, переступили черту закона. Хорошо, будем ждать, когда же все-таки закончится следствие и будут какие-то определенные выводы. У нас на линии телефонный звонок. Добрый вечер. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что дождались на линии. Ваш вопрос, пожалуйста. У меня два вопроса. У меня первый вопрос. Если смотреть объективно по тем ситуациям, которые происходили на митинге, то там было провокации как с одной, так и с другой стороны. Просто одна сторона оказалась агрессивнее второй. Скажите, я сразу спрошу у вас, если смотреть на ситуацию, с какой стороны? Где вы смотрели эту ситуацию? По телевизору? По вашим экранам. Но вы не находились тогда, в тот момент, на месте событий. Я не пророссийский никакой, я просто обыкновенный житель. То есть это ваше личное наблюдение? Хорошо. В чем вопрос? Если смотреть объективно, почему не рассматриваются обе версии, как с одной стороны, что происходило, так и с другой? Потому что, если смотреть на ситуацию в Украине, сейчас всегда, так называемые, пророссийские, всегда виноваты везде. И второй вопрос. Насколько я слышал и по вашему каналу, и по другим, в Донецк были направлены дополнительные силы, с Днепропетровской, с Кировоградом, милицией. Это значит, что будет больше агрессии проявляться к народу, которые будут выходить на противники. Или как понять их? Ну, мы поняли два ваших вопроса. Ну, первый, мы уже ответили на него. Сейчас расследование ведет СБУ по всем фактам, и потому, что происходило на площади Ленина 13 марта, и по всем остальным так же. А по поводу милиции, насколько я знаю, в помощь Донецкой милиции везут людей? Так ли это? Я все-таки отвечу целиком на вопрос. Значит, однозначная позиция милиции, мы не делим в этой ситуации людей по их политическим взглядам. У нас произошла трагедия. Трагедия беспрецедентная. У нас погиб 22-летний парень. Мы абсолютно не делим. Мы разбираемся объективно и устанавливаем виновных лиц. Какие у них политические взгляды, и кто окажется виновным? В данный момент это абсолютно не важно. Важно установить лицо, которое лишило жизни человека. И мы этим занимаемся. А что касается дополнительных сил, которые нам командированы, мы все видим, что ряд объектов подвергаются нападениям, захватам. Поэтому для того, чтобы обеспечить охрану большего количества объектов, куда возможно так называемое вторжение, естественно, привлекаются дополнительные силы. Счетом той сложной обстановки, которая сложилась в Донецке. На тот случай, я думаю, когда митингов уже будет больше, чем 12 тысяч, 20 и так далее. Будем смотреть и следить за ситуацией дальше. И напоминаю, у нас в гостях сегодня правоохранители и журналисты. И я слово передаю Сергею Гармашу. Сергей, я знаю, у вас есть ряд вопросов к правоохранителю. Да, я просто хотел продолжить даже эту тему. Вот Максим Геннадьевич сказал, что есть куча видеозаписей, куча снимков. Почему тогда так неадекватно мало задержанных? Всего 5 человек было задержано. Если я на своем сайте могу по фотографиям обнаружить, Человек, наверное, 40, насчитать людей, которые... А у вас лично правоохранители просили фотографии, материалы? Да, просили. Значит, тут необходимо сразу разъяснить слово задержанные. Под задержанными мы подразумеваем людей, которые задержаны в процессуальном порядке, которые приобретают определенный статус. Естественно, доставленных людей и проверенных на причастность к тем или иным действиям, их значительно и гораздо больше. А 5 людей это те, где установлено их участие, эти установлены, их определенная вина. У нас мы располагаем, и я еще раз говорю, спасибо огромное всем, кто предоставил нам фото-видеоматериалы. Это первое. И второе, работа в этом направлении, она не прекращается, она ведется и очень колоссально проводится. Ну, как бы, на мой взгляд, скажем, что штатского человека, да, она очень медленно ведется, поскольку люди чувствуют себя безнаказанными, и, в принципе, они ведь не оставили планов захватов, это известно всем. И по городу небезопасно ходить, по крайней мере, с украинской символикой. В задачи правоохранительных органов, безусловно, входит установление виновных лиц и неотвратимость наказания, но и в то же время, в то же время, такой же важной задачей является то, чтобы невиновные не понесли наказание. Поэтому работа ведется не столько медленно, сколько тщательно. Но если на фото человек бьет другого человека, здесь можно ошибиться? Если на фото человек бьет другого человека, то проводятся все мероприятия, чтобы установить его личность, собрать доказательственную базу и привлечь такого человека к ответственности. В данный момент мы эту информацию будем передавать в СБУ, где следователи СБУ будут давать оценку виновности или виновности, так как уже было сказано, расследование проводят в правильной жизни. Я вот собираюсь к вам, извините, Вика, продолжу. Спросил у своих девочек, которые непосредственно работают на площади, какие у них могут быть вопросы к руководству правоохранительных органов. И знаете, мне сказали, что спрашивать в принципе нечего, потому что те, кто бросает светошумовые гранаты, потом отходят и общаются на «ты» с сотрудниками правоохранительных органов, причем высоких очень званий. И сразу, по ходу, у меня вопрос, пока ведется расследование, эти люди могут просто куда-то уехать и исчезнуть виновные? Люди хотят или исчезнуть, людей можно устанавливать, находить, доставлять, допрашивать, проводить следственные действия, это наша работа. А насчет общения, если будет какая-то конкретика, то, возможно, будут какие-то ответы. Я просто в данном моменте не готова. Я по-другому сформулирую вопрос. Есть ли какие-то договоренности, либо какое-то сотрудничество между митингующим и милицией? Договоренности митингующих выразились в том, я уже сказал в начале нашей беседы, что мы к организаторам обращались с просьбой о том, чтобы разъединить эти два митинга по времени или хотя бы вместе разъединить, опасаясь и предвидя возможность наступления каких-то таких последствий. О другом сотрудничестве я не знаю. Возможно ли, что именно эти организаторы общались с правоохранителями, зная уже каких-то лиц в лицо? Не исключено, что руководители, как было сказано, милиции, именно на эти темы ввели разговоры с организаторами митингов, дабы упредить наступление этих последствий, которые, к сожалению, наступили. Сергей, я знаю, у вас еще вопрос по блокпостам. Да, то есть сейчас как бы на подъездах к Донецку, вообще по области блокпосты, ну, поскольку здесь руководство Донецкое, то у меня вопрос, вот на Ясиноватском посту установлен блокпост, насколько это законно, рядом сотрудники милиции находятся, они этому никак не препятствуют. То есть штатские люди там осматривают автомобили, останавливают, насколько это законно. Мы не говорим сейчас, да, о территориальной принадлежности, я напомню, это был Артеморский район, Ясиноватский пост ГАИ, просто вот сам факт, это нарушение? Если есть информация и сигнал о том, что неустановленные лица препятствуют осуществлять работника милиции, связанное с выполнением их полномочий, то, безусловно, это противоправные действия, предусмотрена уголовная ответственность. Если это общественные формирования, которые созданы и действуют совместно с милицией, по согласованию с милицией, то, безусловно, здесь о какой-либо ответственности... Это не общественные формирования, по крайней мере, не согласованные с милицией. Если я сегодня на площади Ленина, на пешеходной, на островке безопасности, так это называется, разобью палатку, установлю там бочку, буду греться, это будет нарушение общественного порядка? И я понимаю, что не будет препятствования правоохранительным органам. Если они ко мне не подойдут, они скажут, уйди отсюда. Если на блокпостах возле ГАИ этого они не говорят, уйдите отсюда, то, естественно, нет факта препятствования работникам правоохранительных органов. Вопрос понятен. Вы задали вопрос, будет или не будет. Я вам ответил. Информация о прокуратуру города не поступала о том, что есть препятствия законодательности правоохранительным органам. Вы мне задали вопрос, будет ли или не будет. Я вам ответил. В данной ситуации, что касается площадь Ленина, поставил палатку или поставил металлический предмет и производит какие-то действия, надо в каждом конкретном случае оценить ситуацию. Если это какие-то предполагаемые публичные действия, подается заявка согласно статье 39 Конституции. Но если заявок нет? Если заявок нет, это за эти действия предусмотрена административная ответственность по статье, предусмотрена Кодексом об административных правонарушениях статья 185 с азачком 1. А что, может быть заявка на блокпосты возле... Нет, я говорю совершенно о другом. Теоретически. Мы все говорим о бочке. Мы говорим о общественных местах, мы говорим о проведении митинга, мы говорим о проведении каких-либо, скажем, демонстраций и так далее. То, что предусмотрено статьей 39 Конституции Украины. Хорошо, вообще такое вы произведите. У нас, к сожалению, заканчивается время эфира. Я думаю, вы зададите сейчас вопросы после эфира. О том, что намерена делать власть Донецкой области, в частности, реформы о децентрализации и референдуме в Донецкой области, вы сможете посмотреть далее в интервью с председателем облсовета Андреем Владимировичем Шишацким. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова